От места слияния реки Читканда и реки Чины начинается сам калор. Вода прибыла после дождиков, скорость весьма приличная, так что не жалуемся. За день можно пройти километров 40-50. Погода более-менее стабильная. Костя попроще вооружение. Так как пиратцы сами решили перекусить на ходу. Плохо покушали утром? Что плохо-то? Нормально. Супчик молочный был, да? Просто калор быстро стратили на галерах с веслами с этими. На этом участке реки очень легко ориентироваться. Река течет четко в направлении с севера на юг, до самого устья Джимку. Там она поворачивает на север километров 40 и потом уже уходит на запад. Должен сказать, что этот участок реки довольно тихий, спокойный. Сколько раз мы здесь наблюдали диких оленей, сагжоев, которые из-за поворота, когда уплываешь, они стоят, не слышат на берегу. Когда увидят катамаран, убегают. Трудно, конечно, держать линию горизонта, когда поворачиваешься на бок и снимаешь эту зеленую траву. Какое-то явление на ло пролетело, оставило след хвост, сидим, наблюдаем. Многочисленные ручьи и речушки в этом году на самом деле не очень многочисленны. Из-за того, что уровень воды малый, речки пересохли практически. В итоге этого дня сплава мы должны были выйти на устье реки Калакан, Каларский, и там порыбачить. Если интуиция и опыт нас не подведут, рыбалка должна быть отличная, судя по предыдущим годам. Редактор субтитров А.Семкин